Извините, пожалуйста, можно зайти? Я немножко опоздала. Привет, Макс! Привет! Так, Алиса, если ты немножко опоздала, ты должна тихо зайти. И ни в коем случае не разговаривать, ясно? Почему ты сегодня опоздала? Дело в том, что у меня сестра рассказала, что у них сегодня будет музыка. И открылся второй этаж. Будет урок музыки, наконец-таки. А когда у нас будет музыка, скажите, пожалуйста? Так, ребята, всему свое время. Я вам сегодня расскажу, когда у нас будет урок музыки. А сейчас мы с вами будем решать примеры. Все дома делали, надеюсь, домашнее задание? Да, сделали. Сделали! Ну хорошо, Алиса, что-то я не слышу. Ты сделала домашнее задание? А, да, конечно, сделала. Сейчас достану. Так, зайчик, телефон, ой, пенал. Ой, я кажется, забыла тетрадку дома. Так, Алиса, ну в следующий раз я тебе поставлю двойку. Ну хорошо, тогда ты первый пример решаешь. Сколько будет 2 плюс 2? А, 2 плюс 2 будет 4. Так, верно, молодец. Максим, сколько будет 3 минус 2? Ой, 3 минус 2? Сколько же будет? 1, 1 будет 1. Будет 1. Так, Алиса, что-то у тебя сегодня плохое поведение. Почему ты подсказываешь Максиму? Он сам должен ответить. Ой, извините, пожалуйста, я не хотела. И что у тебя на парте? Быстро наведи порядок, иначе придется к директору тебя отвезти. Ой, извините, сейчас все уберу, я не специально. Так, ребята, продолжаем дальше. Вероника, ответь, пожалуйста, сколько будет 3 плюс 2? 5 будет 5. Правильно, Вероника, молодец. Ну наконец-таки, наконец-таки урок закончился. Эти разные примеры. Вероника, пойдем в туалет сходим? Да, пойдем, я тоже хочу. А зачем ты с собой рюкзак берешь? Да у меня там телефон. Да возьми телефон и все. Ну да, здесь оставлю рюкзачок. Я хочу сестре позвонить. Она же на музыке. Мне интересно, что у них там. Ну вот, все занято. Так в туалет хочу. Кто там сидит уже 2 часа? Ой, давай сестренке моей быстрее позвонить. Просим, что у них там на музыке. Ну давай, интересно, что там. Сейчас звоню. Не берет почему-то. Гудки идут, не берет. Ну не знаю, может быть занято. Может быть их на перемену не отпустили. Ну может быть. Сестра говорила, что их часто на перемену не отпускают. Они дописывают постоянно. А может быть им там так нравится, что они даже на перемену не пошли. Играют, наверное, на каких-то музыкальных инструментах. Наверное. Эх, жалко, что она трубку не берет. Я все. Ты что так долго? Ну не знаю. Ну вот, ладно. Ну вот, не берет трубку и все. Я еще и тоже хочу. Кто там застрял? Ну-ка, тук-тук-тук, выходи давай оттуда уже. Алиса, давай в догонялки. Ну давай, не догонишь, догоню. Нет, не догонишь. Какой ты медленный. Ой. Так, молодая леди, почему мы так бегаем по школе? Бегать по школе строго запрещено. Только на уроке физкультуры. Так, нужно с вашими родителями поговорить. Ой, нет, извините, пожалуйста. Только не с родителями. Я больше не буду. Так, еще и гаджеты у собой на перемене. А что-то мне не нравится твое поведение. Я буду тебя хорошо вести, обещаю, обещаю. Ну ладно, ладно, я смотрю. Фу, ушел. Ну да, директор влепилась, но ты даешь. Это ты все виноват. Ты все меня догонял. Ну ладно, не обижайся. На телефончик. Ой, спасибо. Ну все, я все. Ой, я тоже хочу. Ой, звонок, ты не успеешь. Пойдем, ты и так опоздал на первый урок. Ой, ну я хотела сходить. Ну вот, не успела. Ну ладно, пойдем. Да, пойдем. Ну да, а то ты и так опоздала. Учитель тебя будет ругать. Еще и в директор влепилась. Здравствуйте, ребята. Я вижу, что все заняли свои места. Молодцы, молодцы. Так, сегодня я вам расскажу про урок музыки. У вас теперь будет урок музыки. Сегодня четвертый по счету. Ура, ура, урок музыки. Классно. Урок музыки всегда хотел. Так, ребята, тихо. Урок музыки это очень-очень интересный урок. Но он требует своих знаний. Поэтому сейчас я вам все внимательно расскажу. Что же будет у нас на уроке музыки. А также как вести себя на этом предмете. И как обращаться с музыкальными инструментами. В этом нам поможет, конечно же, наш проектор. Так, сейчас я разберу проектор. Будем смотреть с вами интересное видео. Классно, обожаю проектор. Так, не отвлекаемся, смотрим внимательно. И слушаем, что я буду вам сейчас рассказывать. Ребята, на втором этаже у нас откроется кабинет музыки. А вот и ваша новая учитель музыки. Она очень добрая. Вам она обязательно понравится. В кабинет музыки мы ходим только с учителем. Одним первоклассникам нельзя идти на второй этаж. Это строго запрещено. В нашем кабинете музыки будет очень много музыкальных инструментов. Вы сможете выбрать тот, который понравится именно вам. И учиться на нем играть. Вам нужно слушать внимательно учителя. Ну и, конечно же, с любовью относиться к музыкальным инструментам. Вау, учительница музыки такая модная. У нее сережки в форме ноточек. Да, а еще ты видела там нотная грамота? У нее в руках была. Да, видела. Быстрее бы, быстрее бы уже урок музыки. Так, ребята, все. На этом все. Фильм закончен. Урок музыки будет четвертым сегодня. Ну а сейчас, ребята, окружающий мир. Кто, ребята, знает, что такое вулкан? Можно я? Можно я? Пожалуйста, Алиса, отвечай. Выходи к доске. Так, мы тебя внимательно слушаем. Вулкан – это большая гора, из которой вытекает лава. Она очень сильно оттуда вытекает и вверх бьет фонтаном. Молодец, молодец. Действительно, это большая гора, из которой вытекает лава. Умничка. Пятерка, садись, пожалуйста. Ой, спасибо. Алиса, Алиса, что? Ты на каком будешь играть инструменте? Ой, ну там много всего было. И треугольник, и еще что-то там было. Я уже не помню. Мне треугольник понравился. Да, а я там пианино видел. Оно тоже очень классное. А мне барабаны понравились. Я на барабанах буду играть. А мне гитары понравились. Не, гитары надоели. Мне сестра постоянно на этой гитаре играет. Надоело уже. Вот треугольник классный. Так, ребята, почему разговариваем во время урока? Придется написать вам замечание в дневнике. О, пожалуйста, только не замечание. Хорошо, я вас внимательно слушаю. Тогда что такое вулкан? Скажи, пожалуйста, Миша. А, вулкан это... Вулкан это... Так, ты меня не слушал. Миша, сегодня, Миша, ты дежуришь. Иди мой доску. О, ну ладно, я люблю мою доску. Вот и все, вулканчика больше нет. Я его стер. Так, ребята, сегодня я вас поведу в столовую. А вы что, новый учитель? Мы вас до этого не видели. Да, я новый учитель. Я буду преподавать музыку. Что? Музику? Расскажите, что там будет? По музыке у вас будет несколько учителей. Я один из них. Очень много всего интересного будет. Вам видео показывали уже, я думаю? Да, нам показывали видео. Да, показывали. Ну вот, ребята. Так что я думаю, что вы уже многое знаете. Но всему свое время. На четвертом уроке пойдем на музыку. А теперь за мной. Кушать. Ура, кушать. Наконец-таки я проголодалась. Интересно, что там будет? Мне не терпится посмотреть, но одним глазком. Алиса, ты куда пошла? Мы же в столовую идем. Сейчас опять тебя наругают. Но я хочу очень-очень посмотреть. Ну пойдем. Нет, я не пойду. Пойдем уже кушать. А я пойду, посмотрю. Так, молодая леди, опять вы? Где ваш учитель? Вы же первоклассница вроде бы. Вам нельзя ходить одной на второй этаж? Ой, извините, я просто немножко заблудилась. Ага, где твой учитель? Вон он. Ой, извините, пожалуйста. Я думаю, что вы будете более ответственно относиться к своим ученикам. Ну вот, я его подставила. Извините, пожалуйста, я не хотела. А дай в следующий раз не уходи, хорошо? Да, не буду. Давай, пойдем в столовую. Так, все на месте. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Да, все на месте. Ну все, ребята, пойдемте в столовую. Как ты думаешь, что там будут давать? Я не знаю. Я тоже не знаю, мне кажется, така опять. А мне кажется, будет что-то вкусненькое. Ну, например, что? А мне кажется, будут гамбургеры, точно. Мне тоже, кажется, гамбургеры. А мне кажется, така. Ну давай, поспорим. Ну давай, если гамбургеры, то ты мне покупаешь батончик. А если така, то ты мне. Ну все, договорились. Ладно, пойдемте. Ну что там, что там? Не знаю, сейчас посмотрим. Так, вперёд меня не бегите, в очереди вставайте. Не вижу, не вижу, что я там, батончик выиграл или нет, тако там или нет. Да тако, тако, куплю я тебе батончик. О, круто. Приятного аппетита, крошки. О, смотрите, он себе красный перец взял, ещё и перчит. Не перчит, а перчит. Нет, правильно перчит. Нет, перчит. Ну да, очень острое ест. Вон он, красный перец ест. Ещё и перцем опять перчит, смотрите. Ой, я так в туалет хочу, я же не успела сходить на той перемене, уже не могу. Ну попросись у учителя. Скажи, что сильно хочешь. Да, сейчас спрошу. Извините, пожалуйста, можно мне в туалет пойти? Алиса, ну было время сходить в туалет. Сейчас со столовой пойдём и зайдёшь. Ну дело в том, что я очень-очень хочу. Так, Алиса, ребята уже доедают, немножечко потерпи, хорошо? Ладно. Что, не разрешил что ли? Нет, не разрешил, я уже не могу терпеть. Всё, я побежала в туалет. Фу, наконец-таки добежала, еле добежала. Так, ну что, ребята, покушали? Давайте я вас пересчитаю. Один, два, три, четыре, пять. Так, было шесть. Где ещё один? Кого не хватает? Алиса, опять она куда-то убежала. Ой, что-то я засиделся. А быстрее, быстрее в туалет. Ой, наконец-таки. Ой. Опять ты что-то тут делаешь. Вообще-то это кабинка для мальчиков. Вот, смотри, мальчик нарисован. Ой, я даже не видела. Извините, пожалуйста. Так, надо быть внимательной. Я тебя уже помню, ты меня чуть с ног не сбила. А ещё ты хотела на второй этаж пробраться и убежала от своего учителя. Нет, нет, я не хотела убегать. Я не хотела, я не специально. Так, родители в школу. А сейчас буду разговаривать с твоим учителем. О, вот ты где. Да-да, она здесь, пожалуйста. А позвоните её родителям, пусть они ко мне придут сегодня на четвёртом уроке. А хорошо, но у нас музыка на четвёртом уроке. Но, к сожалению, сегодня ты не идёшь на урок музыки. Идёшь ко мне в кабинет. О, нет, я хотела так на урок музыки. Так, что за истерики? Ты уже большая. Я сейчас позвоню твоим родителям. О, ну вот, как всегда. Да, я тебе говорила, не надо было никуда бегать. Но я очень хотела, очень. Здравствуйте, рада приветствовать вас на нашем занятии. Сначала у нас будет разминка, а потом уже фитнес и йога. Ещё я смотрю, не все пришли, но сейчас уже подойдут. Давайте сделаем настроение очень спокойное. Для этого я воспользуюсь своим волшебным барабаном. Ну как, умиротворение уже наступило? О, да, я прямо чувствую, как все мышцы расслабляются. Ой, у меня кажется телефон зазвонил, извините, пожалуйста. Так, Алисин учитель звонил, пропущенный, сейчас позвоню. Алло, да, что, к директору? Вот это вам расслабление. К директору вызывают, позанималась тоже мне фитнесом. Извините, пожалуйста, приду в следующий раз. Ну вот, в какой-то веке решила позаниматься спокойно фитнесом. И тут к директору. Ну, Алиса, что она там натворила? Ой, чуть носки себе на руки не надела. Что за школу будете забирать? Да вот, к директору вызвали, волнует, что там будет? Да ничего, нормально все. Меня сто раз вызывали к директору вместе с родителями. Ой, ну не знаю, не знаю. Ну ладно, подождите меня здесь, пожалуйста. Сейчас у нее уроки уже заканчиваются, поедем в зоомагазин. Хорошо, жду. Спасибо большое. О, а ты что тут? Да вот, колесо сдулось, нужно сейчас скачать. У тебя насос случайно есть? Сейчас поищу, есть вроде бы. Ну вот и хорошо. Ой, солнышко, привет. Ты что тут сидишь? Да вот, тебя жду. Сказали без тебя не заходить. Я уж тут волнуюсь. Думаю, что нас директор позвал? Мама, да ничего я не натворила. Все нормально. Просто я немножко не успевала. Ну вот, дорогая, теперь неизвестно, что там директор скажет. Ну что, ты сильно там баловалась хоть или нет? Да нет, мам, я вообще не баловалась, я просто сначала не успела сходить по своим важным делам, и из столовой ушла в туалет. А там еще и директор был, я с ним встретилась, а еще я нечаянно в него врезалась, а еще... Дорогая, ты что натворила? Мама, ну не специально. Заходите. Пойдем уже. Здравствуйте. Да, здравствуйте, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Что-то мне знакомо ваше лицо, мы случайно раньше не встречались. Ой, ну как же вам сказать, ну вообще-то я ваша бывшая ученица. Точно-точно, припоминаю, да-да-да, я вас запомнил надолго. Это же вы заняли первое место по бегу в нашей школе. Ну да, было-было дело, занимала первое место. О да, это точно, теперь ясно, в кого ваша дочь такая шустрая. Но помимо бега, конечно, было немножечко с поведением проблемно. Что здесь вообще происходит? Меня будут обсуждать или маму, как будто бы маму, но к директору вызвали. Ну ладно, ладно, расслабьтесь, угощайтесь. Мои любимые мятные конфетки. Спасибо большое. Ну хорошо, вам нужно проследить за поведением вашей дочери. Я вижу, что она очень активный ребенок, но все-таки в школе есть свои правила. И она должна слушать учителя. Конечно, конечно, обязательно. Вам нужно объяснить ей, чтобы она была более внимательная к учителям и меньше проявляла инициативы. Мама, не так уж и страшно было. Ну да, он меня еще узнал. Мама, расскажи поподробнее, как ты там в школе, что ты делала? Это было так давно. Так, ребята, проходим, проходим в класс. Ой, там было так классно, Алиса, мы ходили на урок музыки. Да, там было супер, там столько инструментов, интересно. Жалко, что ты не сходила, тебе бы понравилось. Ну ладно, хватит меня уже, я тоже хочу, хватит рассказывать. Ну ладно, скоро еще будет урок музыки, пойдешь. Не расстраивайся, подружка. Ой, спасибо. Ну что, сегодня погуляем? Ну можно, в принципе, уроков немного делать. Да, хорошо, тогда встречаемся в пять, ладно? В парке. Ну все, жду вас, давайте, пока. Пока. Мама, что ты тут делаешь? Да вот к директору ходила. К директору? Алиса, маму что, к директору вызвали? Ну и что, вызвали, вызвали? Я вообще тебе звонила, все перемены, почему ты трубку не брала? Да мы сначала контрольную дописывали, потом на уроке музыки там столько инструментов. Мы играли на разных инструментах, на треугольнике, на барабанах, на пианино, на электронном. Ну вот, а я не побывала на уроке музыки, потому что меня к директору вызвали. Да ладно тебе, зайчонок, сходишь ты еще на свой урок музыки. Давай, иди забирай рюкзачок, пойдем сейчас за Локасом в парикмахерскую, а потом в пекарню зайдем, что-нибудь вкусненькое поедим. Я думала, ты меня будешь ругать, что меня вызвали к директору. Для первого случая ничего страшного, но если еще раз, тогда конечно ругать буду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!